Бьем антирекорды. В Кировской области скачок заболеваемости коронавирусом. Таких в ЦИХР не было ни разу с начала пандемии. Об этом и не только расскажу уже в ближайшие минуты. Это Бюро новостей Давича. Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Выезд на встречку – угроза для жизни. За последние три дня в Кировской области из-за этого опасного маневра водителей погибли три человека, в том числе четырехлетний ребенок. Вопиющий случай. Именно так говорят кировчане о видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах ребенок избивает собаку. Что происходит с подрастающим поколением? Спросим у психолога. Сдать мазок на коронавирус теперь можно и на железнодорожном вокзале. ПЦР-тест сделают в местном медпункте. Кто может пройти тестирование и когда будет результат? Талантливые российские фигуристы, призеры и участники чемпионатов мира и Европы. А спецгость – Анна Семенович. В Кирово-Чепецке прошло грандиозное шоу «Звездный лед». В аварии в Орловском районе погибли женщина и четырехлетняя девочка. ДТП произошло в воскресенье около 9 часов утра на 367-м километре трассы «Вятка». Там столкнулись «Фольксваген» и «Лада Ларгус». За рулем иномарки была женщина, она скончалась, как ее четырехлетняя пассажирка. Водитель отечественного автомобиля получил травмы. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу. По тому же сценарию разворачивали события в Амутнинском районе. 21 января на 760-м километре автодороги Кострома-Киров-Перм водитель ВАЗ-2115 по предварительным данным выехал на встречку и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате водитель легковушки погиб на месте. По факту происшествий проводится проверка. Всего за минувшие выходные в Кировской области произошло 10 ДТП с пострадавшими. 8 из 10 автомобильных аварий были связаны со столкновением транспорта. Данные происшествия были зарегистрированы на автодорогах районов области. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области за минувшие выходные дни пресекли 1713 нарушений правил дорожного движения. Садизм, избиение, издевательство, побои и много ненормативной лексики. Кировчане не могут сдержать эмоции при виде кадров, которые появились сегодня в паблике Киров без цензуры. Особо чувствительным не смотреть, потому что под камерой видеонаблюдения мальчик-подросток запинывает свою собаку. В опиющий случай произошел в воскресенье, примерно в 16 часов на потребка операции. Как видим, в лифт с прогулки заходит мальчик со своей собакой. Но животное, видимо, делает попытки сходить в туалет и здесь. Возможно, в ответ на это подросток срывается на животном, запинывая его. В комментариях к видео, кстати, позднее его удалили, кировчане негодуют, мол, пусть родители увидят, кого воспитали, пусть об избиении узнают в школе, полиции, спасут собаку в конце концов. Психолог же считает, что самому ребенку нужна помощь. Он не случайно срывается на слабом животном. Мы всегда, если уже видим такие акты проявления жестокости, которые близки к садизму, то мы понимаем, что ребенок, скорее всего, сам испытывает нечто подобное в какой-то социальной среде. Это может быть семья. Возможно, что у ребенка мы можем только предполагать буллинг или травля в классе. Это прежде всего для нас, как для взрослых, сигнал, что ребенок в беде и еще что-то можно исправить, еще можно с ним работать, потому что если это закрепится на уровне привычки, то это уже станет образом жизни и мы получим совсем не ту личность, которую хотела бы видеть собственным. Новый антирекорд и еще более пугающая цифра. В Кировской области обновили статистику по коронавирусу. За сутки 419 новых инфицированных. Такого не было никогда за все время пандемии. В больницах лечится 1806 пациентов, 168 в крайне тяжелом состоянии, они в реанимации. Дышать самостоятельно не может 21 человек. С болезнью в домашних условиях борются 4409 человек. Власти по-прежнему настаивают на вакцинации и напоминают о соблюдении мер профилактики. В Кирове продолжаются масочные рейды, сообщают в городской администрации. Средства защиты нужно носить в магазинах, больницах, общественном транспорте. Предприятия торговли и услуг не только имеют право, но и обязаны не обслуживать граждан, которые игнорируют масочный режим. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей. Насморк, усталость и боль в горле – основные симптомы штамма омикрон. Об этом сообщают представители медицинского сообщества как в России, так и за рубежом. Основным способом защиты по-прежнему остается вакцинация, отмечают в Минздраве Кировской области. Для достижения коллективного иммунитета нужно привить 80% населения. Половина уже вакцинирована. В регионе есть все виды препаратов. Ожидается поставка 750 доз спутника М для подростков. Исследования, проведенные российскими медиками, показали, что эффективность отечественных вакцин и, в частности, спутника ВИП против омикрона высока, отметили в правительстве региона. Там напомнили, кому нужно прививаться в первую очередь. Это касается и тех, кто еще ни разу не делал прививку от COVID-19. И это касается и тех, кто уже прошел вакцинацию 6 и более месяцев назад. Либо тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией также 6 и более месяцев назад. То есть спустя 6 месяцев мы проводим ревакцинацию тех, кто был привит ранее. Либо через 6 месяцев мы прививаем тех, кто уже ранее переболел. Тем временем ПЦР-тест на коронавирус теперь можно сделать ТИН на железнодорожном вокзале в Кирове. Анализ будут брать в местном медицинском пункте. Результаты МОСКА специалисты отправят по СМС или на электронную почту. Тестирование на COVID-19 будут проводить только в будние дни с 8 утра до 3 часов дня. Помимо Кирова ПЦР-тестирование уже проводится на вокзалах Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. Услуга в большей степени ориентирована на пассажиров поездов и электричек, рассказали в железнодорожной больнице. Но при желании на процедуру может прийти любой житель города. Хотелось бы помогать бездомным не только на улице. Кировские волонтеры попросили администрацию помочь с теплым помещением. Там готовы разместить душевую, столовую и кабинет, где специалист помогал бы людям найти работу или восстановить документы. Но то, что предложили в ответ администрация, мягко говоря, не устраивает активистов. Помещение на Ломоносово-4 требует капитального ремонта, а это большие деньги. Активисты готовы вложиться, но переживают, продлит ли администрация с ними договор. Со слов волонтера Анны Мариевой, договор аренды на безвозмездной основе заключается на год. Хотя, по информации депутатов городской думы, такой договор оформляется на пять лет. Но это детали. Активисты переживают, что потратят деньги на ремонт впустую. Нет гарантий на долгосрочную аренду. Я несколько раз писала письмо о том, что хочу присутствовать лично на комиссии. Когда принимается решение, дать нам помещение или не дать. В комиссию меня не приглашают. Меня не приглашают в департамент муниципальной собственности. Взять пример. Город Сыктывкар. Там выделили отдельно стоящее помещение для бездомных людей. Там будет приют. Могут ли волонтеры рассчитывать на долгосрочный договор с администрацией? Есть ли в городе помещение, которое не требует капитального ремонта? Подробности расскажем в вечернем выпуске «Дайвича» в 19 часов. Зрелищный спортивный праздник прошел в эти выходные в Кирово-Чепецке. В город химиков приехали талантливые российские фигуристы, призеры и участники чемпионатов мира Европы. В Ледовом дворце Олимпорена зрители посмотрели грандиозное шоу «Звездный лед». Специальным гостем праздника стала певица, актриса и мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анна Семенович. Самые яркие моменты шоу прямо сейчас. На льду дворца Олимпорена звезды фигурного катания из Сочи и Москвы. Эти ребята участники престижных соревнований, члены сборной страны. И когда-то вот так же юной девушкой первые успехи в большом спорте делала известная певица Анна Семенович. Фигуристкой не стала, помешала травма, но получила звание мастера спорта международного класса. Анна уверена, именно спорт помог ей добиться вершин в жизни. А чтобы в Кировской области вырастали истинные чемпионы, Анна Семенович возьмет шефство над маленькими звездочками. Я безумно благодарна, что правительство Кировской области сделало такое мероприятие. Выбрало меня амбассадором, как лицом школы фигурного катания. И планируем в дальнейшем также открывать школу вокала, школу танцев, чтобы детки могли попробовать себя и понять, что для них близко. В большое спортивное будущее маленьких кировчан верят и в руководстве области. Тем более, что для этого в регионе есть все условия. Спорт стал и продолжает быть нормой жизни, в том числе и в Кирове. Это огромная заслуга национальных проектов. Те цели, которые ставит президент Российской Федерации по участию в спортивной жизни, по программам долголетия, по программам демографического развития России. Это слово неразрывно связано со спортом. Ледовое шоу впечатлило. Поделились зрители на праздник. Смогли попасть все желающие. Ее вход был свободным. Яркие номера фигуристов дополнило выступление главной гостей праздника. Очень красиво нам понравилось. Почаще бы такое в Кирове проходило. Очень круто, чтобы в Кирове такое увидеть. Это, наверное, раз в жизни такое происходит. Особенно понравились молодые ребята-фигуристы. Звезд я часто видела, как Анна Семенович катается. Я знаю, а вот молодые ребята. Это действительно круто. Я в восторге. Наталья Бакирина, Владимир Лисик, Бюро новостей Дайвича. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А в 13.30 продолжение сериала «Вольная грамота». У меня на этом все. В студии работала Надежда Шабулина. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok